Житель Петровска исчез в окрестностях города. 78-летний пенсионер ушел из дома в лес и пропал. Уже третьи сутки его ищут родственники, полиция и добровольцы волонтерского движения «Лиза-Алерт». Отряд существует уже почти четыре года. У истоков его создания трагическая история поисков Лизы Фомкиной в Орехово-Зуево в сентябре 2010 года. Пятилетняя девочка потерялась в лесу вместе с тетей. Ее нашли, но было слишком поздно. Успеет ли в этот раз, попытался выяснить Станислав Жижин. Через центральную, там, аллейку и цепи. Цепи, да. Полиция, местные жители и волонтеры согласуют алгоритм поиска. Ищут 78-летнего жителя Петровска Николая Мамыкина. Он ушел из дома в лес, чтобы нарубить черенков для огорода. Жене сказал, что на час, но уже трое суток о нем ничего не известно. С собой мужчина взял лишь топор. Больше ничего, говорят родственники, ни документов, ни продуктов. А сотовым телефоном пенсионер никогда не пользовался. Конечно, ему 79-й год, и, в общем, это, наверное, возраст сказывается. Но вообще он обучен. То есть, ну, мог бы, например, поесть яблоки. Мы ищем, мы встречаем постоянно яблоки. Вопрос в том, что сегодня уже третьи сутки, а у него нет воды с собой. Мы предполагаем, что у него стал плохо с сердцем или, может быть, инсульт. Был очень, достаточно жаркий день, хотя он ушел утром. Ушел утром 23 августа в черных штанах и синей спецовке. Первой группы поисковиков обошли ближайший сосновый бор, куда ушел Николай Мамыкин. Дачные массивы и кафе. Провели опрос среди жителей. Это первый этап поиска. Безрезультатно. После этого волонтеры перешли ко второму этапу поиску в лесах, оврагах и водоемах. Несколько человек-добровольцев и местные решили начать поиски именно с этого леса. Периметр небольшой, так как уже совсем скоро стемнеет, и искать человека по темноте будет очень сложно. Хотя многих волонтеров отряда «Лиза-Алерт» сумерки не пугают. Еще в 2010 году добровольцы искали в лесах Орехова-Зуева пропавшую пятилетнюю девочку Лизу Фомкину. Оттуда и название движения. Михаил к нему присоединился недавно. Работал в службе спасения, потом стал волонтером. Говорит, на добровольных началах с одной стороны работать проще. Для спасательных бригад поиски ночью как бы запрещены по технике безопасности. Мы, волонтеры, отвечаем сами за себя. И вот мое мнение такое, что если есть хотя бы 1% того, что я могу его найти, я буду искать. Каждая минута, каждый час экстренно и очень важен для нас. Поэтому ждать наступления дня я не вижу смысла. С другой стороны, волонтерам сложнее. Не все обладают навыками спецслужб и необходимым оборудованием. В саратовском отряде волонтеров не так много профессионалов. В основном люди разных профессий. Метеорологи, учителя, дизайнеры. У нас порядка, то есть 2 экипажа один день, 2 экипажа другой день. Значит, это где-то 20 человек от нас. В принципе, на таких масштабных поисках мы всегда организуемся с МЧС, с полицией. И, соответственно, мы работаем одни вещи, они работают другие вещи, которые они профессионально готовы делать. И все же главное оружие волонтеров – это внимательные глаза. Чем их больше, уверены добровольцы, тем лучше. Можно проверить каждый квадратный метр леса и найти, если не самого человека, то хотя бы зацепку, благодаря которой можно успеть спасти пропавшему жизнь.